всем привет дорогие друзья сейчас мы находимся с вами в районе в днх где проходит московская монорельсовая дорога давненько я хотел прокатиться по этой дороге ну и вот сегодня мы с вами по ней проедем и посмотрим и поделюсь с вами своими ощущениями вот я прям нахожусь в самом начале вот там монорельсовая дорога заканчивается разворотная петля депо ну и станция начальная или конечная станция сергея эйзенштейна протяженность монорельсовой дороги 4700 метров 6 станций находится на маршруте монорельсовой дороги ну и вообще историю свою монорельсовая дорога берет от июля 1000 далекого 1998 года когда правительство москвы поручило московскому институту теплотехники совместно с департаментом транспорта и связи и моском архитектуры разработать проект монорельсовой дороги в москве предназначена она была для выставки экспо 2010 которая должна была пройти в россии ну и первоначальный замысел этой дороги был связать в днх с ближайшими станциями метро тимирязевская и ботанический сад по первоначальному проекту линия монорельса должна была составлять 8 километров 600 метров с девятью станциями для посадки и высадки пассажиров было строительство было разделено на 2 на этапа первый этап должен был пройти от станции метро тимирязевская до станции вот метро в днх ну а второй этап от в днх соответственно до ботанического сада но этот проект не был осуществлен а вот проект который существует в нынешнем режиме это проект протяженностью метров шестью станциями для высадки и посадки пассажиров вот собственно сам состав сам состав который двигается по монорельсу движение 2 состава монорельса 3 в резерве интервал движение поездов около 30 минут время за которое состав проходит маршрут от станции от начальной станции до конечной станции приблизительно 15-20 минут времени но мы сейчас вот с вами будем пытаться зайти и поедем поедем вот на монорельсу давно и стал мы вот мы с вами здесь монорельсовые пути представляют собой две стальные балки коробчатого сечения протяженность интервалов колеблется от 20 до пятидесяти трех метров на протяжении всего маршрута 167 опор железобетонных на которых вот эти металлические балки и установлены в сентябре 1998 года мэр москвы юрий лужков подписал постановление правительства москвы о строительстве московской монорельсовой дороги и уже в августе 2001 года на улице фан визина начались первые работы фундамент состоит из бура буронабивных свай диаметром 750 миллиметров ну и как я уже сказал высота опор от 4 до 6 метров первое открытие монорельса планировалось на начало февраля 2004 года но впоследствии было перенесено на 23 февраля 2004 года 19 февраля госкомиссии был подписан акт приемки монорельсовой дороги и при дополнительных испытаниях 21 февраля в районе в районе станции улицы академика королева подвижной состав сорвал около 15 метров контактного рельса что впоследствии было однозначно перенос перенос открытия на более поздний срок ну и наконец дорогие друзья в 20 ноября 2004 года состоялось открытие монорельсовой дороги в режиме экскурсионного сопровождения посадка производилась только вот именно на станции Сергея Эйзенштейна где мы сейчас находимся а уже 29 ноября 2004 года и началась посадка и высадка пассажиров с другой конечной станции возле метро темирязевская стоимость билета составляла 50 рублей ну для школьников студентов была скидка 50 процентов ну и давайте попробуем пройти в станцию так ну вот идем проработав до 10 января 2008 года в экскурсионном режиме вот в эту дату было открыто уже окончательное движение монорельса в режиме вот пассажирского оборота и все станции все 6 станции начали работать на высадку и посадку пассажиров за первую неделю московский монорельс перевез 37 тысяч 481 пассажира так он вот собственно режим работы его стал от 7 часов утра до 23 часов вечера и так вот он проработал до января месяца 2017 года и в связи с освоение рентабельностью опять был переведен на экскурсионный режим и сейчас время работы монорельса составляет с 8 утра до до 20 до 20 часов вечера вот она станция первая а первый поезд от станции сергей эйзенштейна уходит ровно в 8 утра а станция открывается в 7 часов 50 минут состав от станции от станции темирязевская уходит первый состав уходит 8 часов 15 минут и открытие станции 8 00 московский монорельс входит в структуру московского метрополитена ну и сейчас вот мы я сам первый раз здесь еще не нигде не был и пойдем внутрь и уже встретимся вот на платформе ну что дорогие друзья прошли мы турникет и поедем вот уже на станцию метро будем ждать состав эскалаторы 21 наверх другой вниз работают 6 станции 6 станции на линии это улица сергея эйзенштейна выставочный центр улица академика королева телецентр улица милошенкова и конечная у нас будет улица теми я станция метро темирязевская ну и вот мы поднимаемся вот они эти коробчатые стальные балки по которым двигается подвижной состав череда аварий конечно преследовала метро буллетена так 2006 году произошло возгорание и пассажиров и эвакуировали по дополнительным ходкам не было никаких жертв и вот открывается такой великолепный вид на москву со станции сергея эйзенштейна вот памятник веры мухиной знаменитый памятник колхозник колхозницы и рабочий ну и мы ждем с вами собственно вот сам состав и сейчас вот мы поедем на нем с вами полностью может работать состав в автономном режиме но здесь присутствует вот машинист этого поезда вообще состав состоит из шести вагонов состоит из шести вагонов дина состава тридцать четыре с половиной метра ширина ширина давайте сюда зайдем вот к сожалению здесь больше не пройдешь вот такими кабинками сделано ширина состава у нас составляет давайте тогда на последнюю составляет 2,3 метра и высота состава 3,3 метра ну и сейчас вот мы с вами совершим такую экскурсию вроде все технические характеристики я вам рассказал ну и еще раз скажу что вот трудности конечно с таким составом специально разработан для московского монорельса будущее его пока вот неизвестно работает вот посмотрите что здесь двигается он по кругу не туда-сюда как челнок а по кругу есть разворотные петли вот таким макаром он и двигается ну что дорогие друзья в путь мы сейчас находимся с вами на станции улице сергея эйзенштейна следующая станция выставочный центр хочу еще сказать что скорость скорость состава до 60 километров в час может развивать но на кривых скорость резко падает должна падать до 28 километров в час ну и вот мы с вами хорошо что недолго ждали и поехали давайте вот будем осматривать эту красоту присядем с вами и будем двигаться вот как раз у нас здесь все улицы сейчас будет следующий выставочный центр напомню еще дорогие друзья протяженность монорельса 4 километра 700 метров 6 станций но достаточно мягко идет как вы слышите не очень трясет но есть отдельные небольшие вибрации до 200 человек может вмещать состав 44 сидячих места как я уже сказал но я выбрал специально такой день чтобы народу было не очень много чтобы мы с вами смогли насладиться и всеми видами вот видим мы солнце москвы вдалеке вообще монорельсовая дорога находится в северо-восточном административном округе проходит по улицам фан визе на улице академика короленко огибает телецентр ну и вот проходит возле станции метро в днх северного его выхода а это вот центральный выход на станцию метро вы извиняюсь на в днх контактный контактный рельс находится вот с левой стороны видим мы вот немножко с вами вот он слева и вот мы с вами подъехали выставочный центр переход на станцию метро в днх калужской на станцию выставочный центр все станции тоже были открыты в 2004 2004 году 20 ноября и вот сейчас мы вторая станция на пути нашего следования вот так она выглядит вот там вот там метро в днх двигаемся дальше интересная поездка хорошо что людей никого не давайте посмотрим на собственно сама станция выставочный центр следующая станция улица академика королева платформа ста ну конечно скорость движения как заявлено до 60 километров в час об этом не может быть и речи конечно гораздо медленнее этот челнок идет она может быть и хорошо для рассмотрения вот со всех сторон москвы не зря же она работала продолжительное время в экскурсионном режиме а вот здесь вот зарядочная станция для электробусов как я уже говорил сейчас парк электробусов в москве составляет одна тысяча пятьдесят единиц и в течение еще двух лет московское правительство намерено закупить до 500 автобусов электробусов вернее извиняюсь зарекомендовали они себя неплохо проехал я по ним ощущения самые благоприятные ну как вот едете на троллейбусе также такой же ускорение великолепное но и бесшумно без вибраций идет автобус электробус отлично ну а мы с вами на московской монорельсовой дороге как правильно он называется московский монорельс сейчас у нас будет следующая станция улица академика королева вот здесь видите радиус кривой 100 метров я здесь два радиуса 100 метров и 50 метров здесь скорость не должна превышать двадцати восьми километров в час вот удачно мы с вами конечно в последний вагон видно нам собственно говоря саму монорельсовую дорогу вот эти два стальных пролетных строения коробчатого сечения вот мы огибаем с вами в днх хорошо видно хорошо видно вот колесо станция улица академика королева платформа в основном станции все островного типа здесь но вот улица академика королева как вы видите такая вот береговая по обеим сторонам путей мы сейчас заглянем сюда такая станция но сегодня у нас сегодня у нас суббота утро ну конечно же справедливости ради нужно отметить что московская монорельсовая дорога не самый популярный вид транспорта но люди ездят и вот когда перевели в 2008 году для пассажирского движения монорельсовую дорогу цену с 50 рублей снизили до 19 рублей и постановлением правительства москвы были введены все льготы которые действуют на других на других видах общественного транспорта так что дорогие друзья вот не москвичи а гости столицы как вот например я если будете в москве обязательно будет у вас время обязательно прокатитесь по монорельсовым москву по московскому монорельс если быть правильным впечатления и останутся довольно таки много останется вот сейчас мы уже с вами будем на станции телецентр чумок развернулся пока мы вот внизу были и подъехал останкинская башня у нас на пути повторю интервал движения около 30 минут посмотрите шпиль башни в тумане вечером кстати очень красиво башня подсвечена ну вот сейчас скажу я вам неплохо неплохо едет здесь конечно скорость не указана но я думаю в общем километров 40 сейчас вот двигается состав монорельса а вот встречный состав идет встречный чумок будем так называть 34 с половиной метра длина ну и вот с не подъезжаем к следующей остановке телецентр стакция телецентр выход к железнодорожной платформе останкино здорово мне нравится вот она следующая станция телецентр это четвертая у нас по списку станция монорельса давайте заглянем осторожно двери закрываются это единственный монорельс в москве ну и следующая станция улица милошенкова свое время большой популярностью пользовался но сейчас уже все к нему привыкли полностью все 7 километров 400 метров ой 4 километра 700 метров я уже все перепутал 4 километра 700 метров полностью находится на эстакадах вот если видно посмотрите вот как изгиб идет да конечно же 4 километра 700 метров уже заболтался телевизионный технический центр останкино и вот такая кривая здесь посмотрите как зигзагами двигается наш челнок вот так вот я Продолжение следует... Пересекаем линию Октябрьской железной дороги по пути следования нашего монорельса. Вот она. И здесь вот наш монорельс огибает все строения. Вот, если вы видите, посмотрите, мы как медленно идем. И вот видно только съемник, вон он внизу, по правой стороне. Интересная экскурсия. Мне, кстати, очень понравилась. И много у меня вот остается впечатлений. Высота опор от 4 до 6 метров. Я уже говорил, но еще напомню. Расстояние между опорами, то есть длина пролетов, колеблется от 20 до 53 метров. Естественно, где повороты, там расстояние между опорами минимальное. Но не менее 20 метров. Сейчас у нас будет пятая по счету станция улица Милошенкова. И вот вдалеке мы видим с вами Останкинскую телебашню, уходящую в туман. Низкая облачность в Москве. Станция улица Милошенкова. Переход на станцию метро. Улица Милошенкова. Людминска, Дмитровская линия. Вот станция Милошенкова. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Тимирязевская. Здесь у нас схема московского метрополитена. В структуру, в которой входит московский монорельс. Ну и следующая станция Тимирязевская. На Роснефти бензин 95-й 52 рубля 50 копеек. И 92-й 47-50. Дизельная 58-80. Небольшие станции. Двухэтажные. Подъем и спуск эскалатор. Эскалаторного типа. Продъем и суп úрррра. Той бей акутист. Тый бей акутист. конечно кто первый раз едет на московском монорельсе масса впечатлений вот такие впечатления и у меня самые хорошие эмоции мне дорогие друзья понравилось вот сейчас потихонечку наше путешествие подходит к концу подъезжаем мы с вами конечной станции кемерязевская ну для кого-то это начальная и посмотрите вот на протяжении всего нашего движения москва строится чего-то строят что-то копает автобусный парк здесь вот транспортно-пересадочный узел и мы с вами вот добрались до станции метро тимирязевская выходим и на улицу открывается вот где-то около 18 минут мы потратили в дороге с вами вот улице сергея эйзенштейна до станции метро тимирязевская вот собственно говоря сам состав а вот там вот вдалеке мы видим с вами вот как раз эти вон она разворотная петля именно там он разворачивается поезд и двигается в обратном направлении в сторону сторону уже сергея эйзенштейна а вот время расписания с 8 до 8 по эскалатору спускаемся вниз а поезд вот пошел на разворот может быть сейчас мы это даже и увидим с вами как он делает разворот на выход на обратное направление сейчас мы тут выйдем по-быстрому как автоматы по продаже проездных билетов и вот собственно как раз здесь мы сейчас это вот с вами и зафиксируем ну что дорогие друзья пока вы смотрите вот как идет процесс разворота вот этого монорельсового челнока будем его так называть я буду потихонечку с вами прощаться вот такая интересная считай экскурсия у нас получилось обязательно подпишитесь на канал кто еще не подписан обязательно поставьте лайк ну и кто вот катался на этом монорельсе обязательно напишите свои впечатления о поездке особенно если это было первый раз но вот видимо он здесь стал и будет ждать чтобы не выбиваться из расписания а я на этом буду заканчивать наш очередной ролик возле станции монорельсов московского монорельса станции кимирязевская кимирязевская